Кредитные каникулы в Чувашии предоставляют, однако одобряют их зачастую только при наличии документов. Хотя по закону должны предоставлять по первому обращению дать три месяца, чтобы собрать справки. Эту ситуацию на контроле держит Министерство финансов Республики. На днях там провели видеоконференцию с руководителями банков. Как и многим предприятиям, банкам в сложившихся обстоятельствах приходится налаживать онлайн-обслуживание клиентов. Заявка на кредитные каникулы как раз подается онлайн или по звонку. И по закону их должны тут же предоставить, дав возможность донести все документы в течение 90 дней. Однако на деле эта система работает не во всех банках. Большое количество заявок попало в отказы, это 512 заявок. Объясню, в чем причина. Основная причина в том, что клиенты с оформлением заявлений в уголовном карате не могут предоставить предупреждающие документы, в том, что они находились или находятся на обратине, или по наличию больничного листа. Руководители банков во многом зависят от решений своих головных офисов. Возможно, поэтому система одобрения кредитных каникул не заработала в полной мере. Это очень серьезная проблема по Сбербанку. То, что сегодня, по крайней мере, со слов руководителя филиала, о том, что автоматическая пролонгация не происходит и требует с людей, с заемщиков документы. Это непонятно. Сейчас мы буквально в оперативном режиме займемся, почему такое. То есть, вот, и ваш вопрос, это только в Чувашии или по всей стране. Постараемся как-то максимально поспособствовать тому, чтобы этот вопрос решился. Но поскольку это требование закона... Но если документы, подтверждающие снижение доходов или больничные, не будут предоставлены, заемщику придется оплачивать и кредит, и штрафы. Поддержка для предпринимателей тоже обозначена в законе. Это кредиты на зарплату сотрудникам под 0%. Приступили вы или не приступили к выдаче кредитов под нулевую ставку по зарплате? У нас есть готовые решения. Наши клиенты просто не готовы брать только этот кредит на то, чтобы решить, как говорили, на маленькую проблему. То есть, ограничений по выдаче и принятии решений у вас сегодня нет? Нет. Сейчас готовятся и дополнительные меры поддержки бизнеса на региональном уровне. Они будут изложены в указе временно исполняющего обязанности главы Чувашии Олега Николаева. Документ будет подписан в ближайшее время. Ирина Булкова, Валерий Резюков, Республика.